Машхурда – это одно из главных произведений узбекской кухни, которые не требуют каких-либо особенных навыков кулинарии. Все, что вам понадобится, это набор правильных ингредиентов. Казан, природа и хорошее настроение. Основным звеном машхурды является маш. Это разновидность бобовой культуры, но заменив его белой фасолью, крепкая мужская похлебка не становится менее крепкой. Мы это лично проверили. Ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления машхурды. 300-400 грамм любого мяса. Для нашей крепкой мужской похлебки мы взяли свинину. Но вообще можно использовать любое жирное мясо. Пол стакана любого риса. Пол стакана маши или белой фасоли. Ну, в нашем случае маши не было, мы использовали белую фасоль. Далее мы берем 2 лука, 2 моркови, 2-3 картофеля, 2 помидора, 1 болгарский перец. 1 столовая ложка томатной пасты, 1 пучок свежей зелени и пару зубцов чеснока. Из специй мы будем использовать соль, кориандр, сушеный острый перец, черный перец и рафинированное подсолнечное масло. Данное количество ингредиентов рассчитано на объем 5-литрового казана. Итак, приступаем к приготовлению маш-хурды. Первым делом мы берем мясо и нарезаем его некрупными кусочками. Далее берем лук и нарезаем его полукольцами. Нарезаем кубиком морковь, сладкий болгарский перец, картофель и помидор. Мы также нарезаем кубиком. Далее в казан с разогретым подсолнечным маслом выкладываем мясо с луком и хорошо его перемешиваем. Когда мясо немного поджарилось, а лук приобрел золотистый цвет, в казан добавляем морковь и болгарский перец. Перемешиваем и оставляем обжариваться на огне еще минут на 5. Далее добавляем помидор с томатной пастой. И опять не забываем перемешивать все содержимое казана. Если у вас появится необходимость, можете добавить до 50 мл воды. Это необходимо для того, чтобы содержимое казана не пригорало и тушилось. После того, как наша мужская похлебка хорошо протушилась, в казан добавляем фасоль или же маш. Заливаем 2 литрами воды. Выкладываем картофель. И солим. Оставляем вариться мушхурду на 15 минут. По истечению 15 минут добавляем в казан рис. На этом этапе можем добавить специи. Начнем с кориандра. Теперь добавляем сушеный острый перец. Черный перец. Перемешиваем и накрываем крышкой. Оставляем казан на среднем огне на 20-25 минут. Когда мушхурда уже почти готова, добавляем в казан свежую зелень с порезанным чесноком. Ну что же, настоящая мужская похлебка, то есть машхурда, готова. Для более крепкого насыщенного вкуса машхурды дайте настояться 10-15 минут под закрытой крышкой. И потом можете рассыпать по тарелкам. Приятного вам аппетита! И не забываем поставить лайк. Продолжение следует...